Приветище! Ты уже понял, что мы сегодня будем делать, потому что увидел смузи-машину нашего радужного кота. Это Спаситель Островов и мы продолжаем очистку этой местности. В прошлой серии, если ты её не видел, кстати, обязательно посмотри прошлое видео. И не забудь поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться, если ты ещё не подписан. Это очень важно. В общем, в прошлой серии мы нашли серебряный ключик, который отпирает вон тот телепорт. Но, чтобы туда добраться, нам нужно построить вот этот длиннющий мостик. Так, поэтому мы здесь вот очистили вот этих вот строителей. 15 налоговых коинцев у нас сейчас будет. И мы построим этот мост и, наконец-то, переберёмся на ту сторону. Так, 15 коинцев. Всё, я принёс. Сейчас нам быстренько построят этот мостик. Отлично, как быстро! А ещё нам нужен единорожка, чтобы разбить вот эту коробочку, в которой, по всей видимости, спрятан пугель. Но это не точно. Давай призовём... Эй, а где мой компьютер? А, во! Призываем, значит, нашего единорожку. Ну, вот она, красавчик наш. Садимся и разбиваем вот эту коробочку. Ага, пугель-то и нету здесь вовсе. Здесь просто монеточки. Ну ладно, я надеюсь, миссис Пикби не сильно расстроится. Значит, собираем здесь бутылочки все по-быстренькому. О, это мы сейчас, скорее всего, телепортнёмся на летающий лавовый остров. Учитывая, как угодит телепорт. Значит, очищаем быстренько тут всё. Да что ж такое? Пока тут наводил порядки, прибежали грязнюки. Даже на такой маленький... А, он в меня попал. Ах ты негодяй. Ну вот, всё, красоту мы здесь навели. А ещё я заметил, что вон там на горе стоят строители. Хм, что ж там можно строить? Так, кстати, ещё не всё я очистил. Вот, теперь я цветочки всё полил, всё хорошо. На логовик прилетел со своей монеткой. Всё время у меня по одной монетке утаскивают. Ладно. Давай, короче, откроем вот эти врата. Отличная работа. Продолжай исследовать телепорты. Ну чё, я думаю, что нам стоит залезть на нашего прекрасного рогача. Единорожку, то есть. И телепортнуться вот сюда. Скорее всего, мы попадём вон на тот летающий остров, да? Как же прав? Ух ты, ну да. Ну да, мы попали именно сюда. Так, я слезу. Что мы тут имеем? Вижу яйцо. Тут драконы, смотри. Пикби, здорово. Давненько с тобой не виделись. Привет, Бионавт. Вы добрались до острова дракона. Рад снова тебя видеть. Я слышал, что вы отлично справляетесь, помогая радужному коту в приготовлении смузи. Ну да, есть такое. Правильно, Пикби. Бионавт лучший помощник. Без его помощи мой смузи-автомат был бы закрыт. Что уж рад это слышать, радужный кот. Ведь все говорят, что у тебя самые лучшие смузи на летающих островах. Ну, на самом деле, я вообще думал, что вдруг я смогу продавать ваши смузи в интернет-магазине. Чё скажете? Вау. Да, пожалуйста, попробуй, Пикби. Это было бы очень круто. Ведь в интернете можно устроить онлайн-распродажу смузи. Пожалуйста, пришли мне несколько коктейлей, чтобы я попробовал. Если они окажутся действительно такими крутыми, то я буду продавать их в своем магазине. Бионавт, ты можешь мне помочь? Можешь прийти, собрать у меня смузи и доставить их в Пикби. Пожалуйста. Ну вот, я еще и курьером устроился. Ладно. Возьму своего единорожку. Жалко, он летать не умеет. Если бы он умел летать, это было бы так круто. И пускал бы еще радугу. Это вообще было бы вдвойне круто. Но, что поделать. Значит, бежим, собираем все смузи и тащим их в Пикби. Надеюсь, мне заплатят за это хорошо. Все-таки я выполняю роль доставщика. Мне деньги тоже нужны, вообще-то, чтобы апгрейды покупать. Значит, собираем мы вначале малиновый смузи, потом банановый, потом арбузный и все это тащим в Пикби. Пикби, вот тебе смузи. Три разных вкуса. Пробуй. О божечки, я такого никогда не пробовал. Это реально вкусно. Я хочу попробовать другие вкусы смузи, прежде чем их продавать в своем онлайн-магазине. Не могли бы вы принести мне смузи с бананом и арбузом? Пожалуйста. Но, вообще-то, я все принес. Как насчет того, чтобы все остальные смузи съесть, а? У меня еще семь штук осталось, между прочим. Ладно, вот тебе банановый. Хо-хо-хо-хо, это освежает. Принеси мне просто еще один арбузный смузи. Так, ну хорошо, вот тебе арбузный. Че, все? Ты вкусил вкус смузи? У тебя реально вкусные смузи, радужный кот. Давай заключим сделку. Я хочу продавать твои смузи в онлайн-магазине. Спасибо, Пикби. Онлайн-магазин повысит мои обороты и также увеличит выручку. Ох ты, нифига себе. Действительно, скакнул на одну клеточку. Спасибо за помощь, Бионавт. Теперь ты можешь купить любой смузи в моем магазине. И, между прочим, у меня еще есть семена драконьев. Рук-то, если че, забегай. Хорошо. Прикинь, вот это смузи не могу. Трэш-бластер засосать. Прикол. Ну ладно, пусть она тут болтается, не страшно. Единорожка уже уснул, пока я тут болтал с Пикби. Бегал, тут убирался, убирался. Смотри, че нашел. Коробочку, а вон там яичко. Давай мы сейчас коробочку с тобой разобьем. Надеюсь, что там будет пудель. И вот так вот с разбега протыкаем, разбиваем. И вот он. Наконец-то мы его нашли. И он опять куда-то смотался в телепорт. Да что ж такое-то. Он снова куда-то сбежал. Да, мисс Пикби, тебе не фартит. Так, а как бы мне туда за яйцом перебраться? Возможно, мне помогут какие-нибудь животные здесь фэнтезийные. Построят мост туда. Ладно, мы это узнаем чуть позже. А пока полезли на гору. А точнее наверх. Вот по этой дорожке. Посмотрим, куда это нас приведет. Опа, здесь еще одна коробка. Вот яйцо, отлично. У нас уже семь яиц. И вон там он есть яичко. Как оно высоко? Как до него добраться, интересно? Ладно. Возможно, что тоже фэнтезийные животные помогут. Тут монеточки. Но это было очевидно. Места у меня нету. Монетки собрать не могу. Это очень плохо. Но здесь вот есть, по-моему, это трэш-автоматы. Давай-ка их отмоем. Поставим здесь. И скинем сразу же весь мусор. Так. Где мой робот-строитель? Чего ты хочешь за трэш-автомат? 10 пластика. У меня как раз 38. Отлично. Держи. Один трэш-автомат построили. Теперь второй строим. Быстренько. Сюда, скорее всего, алюминий. Ну вот. Скидываем быстро мусор. Собираем все монетки. Опачки. А вот и первый пассажир. Это же Гриффин. Ух ты, нифига себе. А чем он, интересно, питается? Каким смузи? Кстати, к нам сразу же прибежали грязнюки. Ух ты. Три штучки. Так, так, так. Стоять. Застукали на месте преступления. Где еще грязнюки? По всей видимости, они внизу. Придется спрыгивать. Ой, там лава. Так, интересно, я попаду отсюда? Нет, скорее всего, не попаду. Гриффин кусай их. Ладно, спрыгиваем. Оу. Как я монетки-то свои потерял. Я забыл, что, прыгая с больших высот, я могу растрясти все свои монеты. Так, собираем их. Очистил полянку. Тут у нас, оказывается, в загрязнении была спрятана посадочная зона. Сейчас мы ее построим. Что там нужно для нее? Скорее всего, и алюминий, и пластик. Ну да, действительно. Так, алюминий скинули. Пластик. Ну вот, теперь можно семечки садить. Сюда, кстати, именно те самые семечки, про которые говорил Пигби. Драконевые фрукты. Так, так, так. Так, давай-ка зайдем к Пигби. Посмотрим, сколько они стоят, эти драконевые семечки. Вот они, 20 монет. Покупаем два. И сажаем одну семечку сюда, а другую сюда. Теперь все это заливаем. И смотрим, как это все красиво будет расти. Пока что это выглядит, как обычный кустик. Вот, тут уже ягодки какие-то начинают появляться. Хотя это не ягоды. Ох ты, нифига себе. Как настоящий драконевый фрукт. Но, к сожалению, сами драконы к нам не пришли. Потому что еще и часть этого острова не убрана. Посмотри, какой бардак внизу. Пойдем вниз там убираться. Ты посмотри-ка, вот Грифон. Ты что-то съел не того или что? Ага, алюминиевую банку. Короче, он любит у нас малиновое смузи. Надо будет ему принести. Но прежде чем мы это сделаем, мы сразимся с грязнюками. Они вот-вот уже прибегут. А вот, кстати, я и они. Надо набрать водички. У меня тут водички маловато. Опа, в меня попали. Пока я переключал режимы моего бластера. А ты что тут палишь? Еще двое осталось. Один здесь. Что-то я косю. Ох, старость, не радость. Все, отлично. Всех грязняков отмыли. Что это у нас тут будет? Давай-ка построим. Скорее всего... А, это труба для доставки радужному коту драконьих ягод. Скорее всего. Ну да, точно. Хорошая работа. Еще одна новая труба, которая позволит мне сделать новые ароматы смузи и увеличить мою прибыль. Здорово. Ладно, поехали. Сбегаем за смузи, чтобы накормить наших грифонов. Так, значит, малиновые смузи. Возьму, наверное, штучек 10. Грифончики, вы где? Пока ищем грифонов, можем разбить ящик. Ух, сколько монеток. О, яйцо, смотри-ка. Пойдем заберем. Отлично. Теперь у нас 8 яиц. Это здорово. Золотой гусь будет очень счастлив. Ну, о, вот, кстати, грифоны. Так, иди сюда. Дай я тебя покормлю. Как думаешь, какой он расцветкий? Все, он набил пузо. Давай, сейчас мы вытащим с него монеты и посмотрим, какого он цвета. О, прикольный. Ладно, давай уже, наконец-то, разобьем от этих клубней мусора. Нужно собрать это все. И сделать мне там еще одну поляночку для посадки семян. Ну, вот и все. Полянка у нас готова. Здесь у нас будут тоже расти арбузы. Сейчас мы купим семечки для арбузов. Давай зайдем еще в магазин смузи, посмотрим, что у нас тут. Ну, в принципе, не так уж и дорого. И чтобы не бегать постоянно к радужному коту, это будет очень удобно. Ну, а пока растут наши арбузы, я тут уже покормил грифонов. Остался последний. Сейчас он объестся. И, возможно, к нам сейчас прибегут еще новенькие животные. И действительно, кто же это? Вау. Мантикор. Лев-грифон. С хвостом от скорпиона. Вот это да. И еще кто-то прибежал. Это же дракон. Блин, если я смогу на нем летать, это будет вообще офигенно. Так, так, так. Ладно. Грифон, давай мне свои монетки. Я пойду покормлю нашего льва. Что происходит? Все животные собрались на битву с мега-грязнюком. Ну, и я, конечно, в том числе. Ладно. Конечно, животные все в панике разбежались от его топота. Я буду один с ним биться. Вот так вот. Был грязнюк. Мега-грязнюк. И нет, мега-грязнюк, а. Вымылся. Давай посмотрим, что у нас львы любят. А они любят у нас арбуз. Значит, воспользуемся, наконец-то, онлайн-покупкой смузи. Покупаем арбузы. К сожалению, большого количества я здесь не могу купить, поэтому буду по опять выкупать. Ребятки, смотрите, что я вам привез. Идите сюда, кушайте. Это вкусно. Но пока они тут наяривают, я куплю еще. На самом деле, арбузный смузи очень вкусно. Я бы сейчас тоже не отказался бы от него. Так, ребят, вот вам еще. Кушайте. Вы животинки здоровенькие, вам нужно побольше. Какие они классные. Надеюсь, расцветка у них тоже шикарная. Так, один объелся. Ну-ка, показывай нам свою расцветку. Он оранжевый, как настоящий, но не совсем оранжевый. Желто-зелено-блевотного цвета какого-то. Ой-ой-ой, как он рычит-то, а ты посмотри. Еще и влюбился. Так, все, я побежал отсюда. Мне нужно с дракошей там разобраться. Где мой главный скахун? Поехали. Нам на вершину. Вот он, наш дракоша. Он тут совсем один, хотя нет, с грифоном. Давай, грифон, убегай отсюда. У нас сейчас будут тут мощные терки, огненные. Смотри, как он спрятался. Ой-ой-ой, боится. Ну чего ты? О-о-о, как рыгнул. Ладно, покупаем смузи из драконьих фруктов. Штук пять, наверное, хватит. Эй, дракончик, смотри, что тебе принес. Очень вкусный смузи. Твое любимое. Ну вот, сейчас мы дракончика откормим. Посмотрим на его расцветку. Давай монеты. И как ты выглядишь? Воу. Прикольная расцветка. Слушай, а на тебе можно кататься? Вроде по миссии написано, что я должен тебя оседлать. Ты же не против? Вау, ты посмотри, я на драконе. Драконы не то чтобы летают, они умеют скользить на небольшие расстояния. Попробуйте это сделать на этом драконе. Возможно, этот дракон даже поможет тебе взобраться на вершину. На вершину? Это где он там может быть? Еще выше, что ли? Вау, как он ходит. Слышишь? Хе, прикольно. Так, ладненько, давай попробуем поскользить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летим, летим, летим. Фух, он как параплан. И еще огонь извергает. Ну прикольненько, главное не в лаву. Летать он, летать он не умеет. Как нам и сказал радужный кот. Но, по крайней мере, я вроде бы собрал яйцо, да? Я же собрал яйцо. Да, собрал. Тогда есть вариантик добраться вон до того яйца. Вполне себе рабочая схема. Да! Ладненько, давай на драконе влетим в портал. И там уже разберемся. Так, влетаем, пилотируем. Есть! Мы телепортнулись. А, вон туда, скорее всего. Где строители стоят. Ну, давай попробуем. Значит, нам сперва нужно... Ага, вот, тут все стрелочками указано. Так что нам даже заморачиваться не нужно. Значит, взлетаем. Полетели. Отлично! Что-то я падаю, ребята. Я упал. На драконе. Ну, как так? Попыточка номер два. Давай я попробую не лететь, а прыгать. Вот так. О, получается. В принципе, я сюда мог и на единороги запрыгнуть. Я даже не скользю. Ага. Все, мы здесь. Отлично. Я смогу разбить? Нет, драконом разбить коробки я не могу. Мы наконец-то наверху. И теперь мы можем отправиться на тропический остров. Но прежде чем я это сделаю, я должен собрать яйцо. Вот это вот. Отлично. Пойдем посмотрим, сколько уже у гуся яиц в его гнезде. Голден гусь. Ну, что там, как у тебя с яйцами? О, сколько их много тут. Шикарно. Они даже складываются поверх. Вон как. Ну, что ж. Я думаю, что на сегодня будет нам достаточно приключений. Тем более, мы полетали на драконе. Это много чего стоит. Но что у нас ждет на тропическом летающем острове, ты узнаешь в следующем видео. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить этого видео. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.